Инна – это имя то ли римского, то ли германского происхождения. В переводе на русский означает «сильная вода». У этого имени хорошая карма. По своему звучанию оно красивое и мелодичное, стойкое и сильное. Энергетика имени наделяет его обладательницу уверенностью в себе, упрямством, добродушием и восприимчивостью. Инна обладает внутренним стержнем стойкости, силы и уверенности. Вдобавок ко всему она упряма и капризна. Не терпит поучений и наставлений. Ее сложно управлять, скорее она сама будет управлять вами. У нее непростой характер. Внешне она всегда скрытная и замкнутая, себе на уме. Никогда не знаешь, о чем она может думать. По натуре настоящий интроверт. Она слишком чувствительна и восприимчива к мнению окружающих, обидчива. Долго переживает свои неудачи, склонна к депрессиям. Своих обид она не прощает и, хотя не мстительно, может долго обижаться. Друзей у нее немного, ведь с ней нелегко. Своим друзьям она не прощает даже малейших недостатков. При этом она никогда не откажет в помощи или совете. Это надежная и верная подруга, добрая и заботливая. Ее нравственные принципы порой бывают слишком высоки. Инна обладает средним интеллектом, хорошей памятью и волей. Интуиция развита слабо, да она и не склонна полагаться на нее. Она достаточно активна и трудолюбива, знает себе цену. Не любит растрачивать силы впустую. Риск также не для нее. Ей не хватает решительности. Она всегда осторожничает. Кроме того, ее сложно назвать ответственным человеком. Она бывает легкомысленной и необязательной. Инна увлекается чтением, гуманитарными науками. Ее привлекают история и география. Мечтает путешествовать. Любит домашние дела, природу и животных. Обожает возиться с детьми. Может стать преподавателем, историком, археологом, садоводом, кулинаром, воспитателем. У нее среднее здоровье. Слабое место, нервная система и сердце. Она сама себя доводит до болезней. Инна не обладает ярко сексуальностью. Скорее, это надежная и ласковая партнерша, которая ждет от мужчин того же самого. Она мечтает о романтике и идеальной любви. Ищет откровенности и честности, доброты, порядочности, преданности. Это хорошая хозяйка, верная жена и заботливая мать. Общаться с сыном всегда нелегко, а понять ее еще сложнее. Нужно иметь огромный запас терпения и искренности. Кроме того, она легко может идти на конфликт и ее несложно обидеть. Будьте как можно деликатнее.